я приветствую наших зрителей доживем до понедельника в эфире я очень рада что вы нас смотрите еще больше рада если вы нас не забыли григорий гельфер евгений гендин и елена кальянова в студии добрый вечер добрый вечер добрый вечер это мы вы то рады счастливы координаты прямой телефон у нас работает 370 3101 у нас прямой эфир мы по-прежнему ждем обратной связи телефонной и и фейсбук социальная сеть не в контакте не в одноклассники там и не в твиттер и не твиттер именно фейсбук можете в режиме прямого эфира писать нам и мы должны были сегодня начать начать или начать как ну я не журналист это пусть клеянова стартовать под хотя бы из гуманности вот нам телезрительница валерия козлова спасибо я написала чуть не лопнула от ожидания и 34 восклицательных знаков 34 а сегодня 37 нам надо беречь наших людей валерий козлов и всех остальных поэтому мы не могли не не беречь и любить потому что буквально вот завтра сегодня такое 13 понедельник а вот завтра уже будет день влюбленных и мы тогда он хотя какой такой праздник немножечко не канонически но я считаю что если у людей есть повод сказать что они друг друга любят то этим поводом надо пользоваться даже не обязательно 14 февраля можно в маске карнавал в венеции сегодня хорошо кстати еще по моему коломойского день рождения и день радио сегодня всех коллег поздравляем не надо не влюбленных тянуть все так я не люблю вот мой любимый коллега земляк партнер и соведущий сказал что завтра 14 потому что сегодня 13 вот я хочу сказать то что мы после перерыва сегодня вышли говорит о том что мы никто из нас не страдает три sky дека фобии не ты не три sky дека фобка не ты не три sky дека фобка даже не я что это такое 3 sky дека это то есть мы вышли в понедельник 13 три sky дека до 13 фобия это страх то есть болезнь боли боли болезненная боязнь числа 13 но это трескай дека фобия не самое страшное имеют по звучанию оста есть например еще гексокосии гексиконта гексофобе Это боязнь числа 666, числа зверя. Вот на 666 числа мы же тоже не выходим. А чему люди боятся вкратце, вот 13-е, а мы не боимся? Потому что 13 больше 12, и это самое страшное. А 12-е это священное число у многих народов. Еще потом Иуда на Ивенте, там Тайне Вечере был же 13-й, правильно? В колоде Таро Карта 13, это Гоплык. 13-го числа Орден Камплиеров там разгромил. Это Гоплык, хотя Коломойский 13-й, ладно, родился. Нет Балида номер 13 в Формуле 1. Нет фантома в ВВС американских, есть F12 и F14, F13 нет. Женя, ты сейчас накаркаешь. И так далее. А мы молодцы, мы продвинутые. Но есть и фанаты. У Каспарова, я закончу сейчас, 13-е это любимое число. У буддистов Индии в пантеоне 13-е будд. А у китайцев вообще это самое счастливое число. Они боятся числа 4. Но мы не китайцы, 4-го числа не выходим. С почином нас в понедельник 13-го числа. Да, вот ты сейчас говорил там вот о чем, чего боятся люди, связанных с цифрами. Надо было политика, дороги, зрада, сразу с этого начинать. Нет, я вот, ты знаешь, я хотела немножечко об этом сказать. Сейчас ты будешь там вот шутить, извинительно. Мне кажется, что нашим людям боятся новостей, мне так кажется. Мы уходили, нас не было, какое-то время в эфире отсутствовали. Произошло очень много разных событий. Разных, хороших, плохих, трагических. Я сегодня открыла ленту новостей. И вот что я вижу. Просто лента новостей на одном, я не буду называть на каком сайте, это не важно. Пожар на насосной станции. Пьяный водитель въехал в дерево. В области тесть убил зятя на охоте. В Днепре будут судить чиновника. Да, ДТП. С начала 2017-го на ЖД погибло 3 человека. В день влюбленных в Днепре отключат свет. Сгорела иномарка. Мужчина сжег себя. Ужас. Слушайте, как вы все это выдержите? Мне, честно говоря, стало жалко наших зрителей, слушателей, читателей. Нам-то вот легче. Мы немножко другими источниками пользуемся. Но если бы вот это все включить в красивую музыку, лаунж, оно же не так. Я не знаю. И улыбаться. У меня в связи с этим возник вопрос к зрителям. Вот если есть у вас желание порассуждать в эфире 370-3101, откуда вы узнаете о событиях в Днепре? Вот из каких источников и верите ли вы этим источникам? То, что ты говорила, это все в Днепре, правильно? Это все в Днепре. В Днепре в области. Я был в Одессе. Как с этим можно выживать? В этом самом Сходнице, в Карпатах, там хорошо. Снег, природа, чисто. Но не все новости всех огорчают. Хотя они, в общем-то, связаны, может быть, и с событиями, но не веселыми. Но, в частности, все-таки это событие, которое последние дни, наверное, было в центре. Медиа, да, это вот убийство, гибель Михаила Толстых по, значит, так называемого гиви. Ликвидация. Да, ликвидация. Значит, это батальон Сомали. Ну, в общем, это такой, как бы, легендарный персонаж. Вот, наряду с Моторолой, это были два символа, значит, ополчения, борьбы, значит, с националистами, с бандеровцами. Причем, это два мифа, которые были созданы в Кремле. Каждый из них был по-своему. Один приехал из Тольятти, значит, и он, как бы, был таким образцом для ополченцев из России, что можно, в общем, проделать такую быструю карьеру. А второй, вот, это Толстых, значит, гибель, он был из Иловайска, был водителем, там, какого-то, значит, микрогрузовичка, там. Ну, короче говоря, какая-то была у него история, служил там в армии, и после этого, вот, он стал героем. Сейчас ни того, ни другого персонажа нету, и мне в этом смысле, вот, так я обратил внимание, вот, статья была, хороший такой есть журналист, Павел Казарин, вот, он написал о том, что, вот, исчезновение из жизни этих двух персонажей, оно, на самом деле, ну, как бы, должно настораживать, потому что речь идет о том, что это были одиозные люди, и мир любой ценой, ну, вот, с этими, как бы, временно оккупированными территориями, он считался невозможным, потому что, ну, дескать, и Моторола, и Гиви, они же станут депутатами Верховной Рады, и вот такое вот будет. Сейчас они не станут депутатами Верховной Рады, потому что их нет. И он пишет, что, ну, эмоционально-логическая вот связка стала просто логической, уже не так сильно заставляет сжимать кулаки, и поэтому, в принципе, могут возникнуть другие люди с другими легендами, и все, надо не забывать о том, что все-таки это противостояние не с конкретными какими-то людьми, которых уже нету живых там, какими они бы ищадиями ада не было, а это противостояние системное, принципиальное, и поэтому могут появиться какие-то другие персонажи, другие фамилии, надо просто помнить о том, что этот бой не заканчивается с гибелью кого-то. Да, помним, мы помним, поэтому, не, ну, мы как цивилизованные люди не будем шутить по поводу того, что сдох Гиви, а перед этим сдох Моторола, вот пожелаем Гиви мирной земли над головой и прах его миру, в том числе и вот этому русскому миру в кавычках. Вот, но я хочу о другом, об Украине, о нашей стране. Да, для нашей страны звоночек звучит. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Алло, добрый вечер, слышно меня? Да, слышим вас. Леночка, я живу на посвете Правда, 62, вот напротив меня уже второй час как авария, в смысле сбили пешехода, может бомж, может что, я видел, как его поднимали, бежала скорая помощь. Подъехала полицейская машина, в советское время подъезжала полиция, снимали все, уже больше двух, уже два часа где-то. Я звонил уже в ГАИ, это не в ГАИ, в полицию, говорю, ребята, ну что такое? Вот они стоят, та машина стоит, которая сбила, эти полицейские стоят, ни замеров, ничего, они не обучены или... А где это произошло? На Правде, да? На Правде, 62. Так, а человек живой, которого сбили? Его живой, да, отвезли его, подъехала скорая, забрали. Подъехали полицейская машина, вышли, поговорили, те в машине сидят, которые сбили. Так, а вот, собственно, ну, приехали же, да, и забрали человека, помогут ему, возможно. Что вы... И в том, что полиция не разбирается, не делает замеры, там, ну, в смысле, не следует причину... Они сидят, никаких замеров, как было в советское время, ГАИ приезжали, те стоят, эти сидят, ждут, чего они ждут. Они же новая полиция, у них, наверное, новые какие-то технологии. У них нет советского опыта. Мы можем только на слово поверить, мы же не знаем, иногда оказывается ситуация всем другая, но это плохо. Дай бог, чтобы там пробки не было, потому что час пик, и... Слава богу, что человек... Спасибо за звонок, спасибо за за... А что мы можем в данной ситуации? Мы это, да, вот в эфире это прозвучало, что дальше мы... Может быть, нас слышат сейчас. Да, может быть, кто-то там, начальник... Позвоните в полицию, поторопитесь. Вот он, может быть, сейчас смотрит, начальник полиции, нашу программу, как обычно, и, значит... Да, спасибо за звонок. Я вот тут, пока у нас был перерыв, да, спасибо за звонок, я тут прочитал, я вообще рылся в экономике, в цифрах, мне стало интересно. Не в зрадах, не в воплях, да. Каких, 666 и 13? Да, конечно, все тяжело, вот, но впервые есть какие-то моменты, против которых не попрешь, причем это же подсчитано институциями, не только там нашими, хвалебные. Впервые за много лет 4 квартала подряд, не 95-х, а календарный квартал, экономика демонстрирует, пусть маленький, слабенький, такой коматозный, но рост ВВП. Это не судороги, это... Да, впервые 4 квартала подряд, то есть по итогам 2016 года 1,7-х рост был ВВП, на 2017 прогноз 3% роста. Это Гендин откопал оптимистичную новость. Ну это реально, ну что, ну а что, нет, все плохо. Это ответ тебе, вот, вот, сейчас мы не говорили, хреново, конечно, все очень хреново, но как бы не говорили про зраду, но действительно, выхаркали же какие-то вещи, энергопрактически, в общем-то, энергонезависимость. Правда, сейчас вопрос блокады, да. А уголь берем... А мы из одной зависимости. Дефолта замерзания не было. Переход от падения к росту на фоне потери не 25%, но 15% ВВП из-за Донбасса, вот, который давал, на фоне потери российского там экспорта. Рост золотовалютных резервов, то есть это цифры, ну это же непридуманные цифры. И поэтому, ну я очень не про меня, в ином обвиняли, поэтому я уже к этим совершенно клише. Поэтому и засуетились, в общем-то, с досрочными выборами, на мой взгляд. Но я о другом хочу сказать, что помните вот этот клише, Донбасс кормит, кто сейчас кормит Украину? Донбасс, миф был вот этот, Донбасс кормит Украину, потому что там на Востоке типа промышленность. Хотя потом выяснилось, что в два раза больше получали из бюджета, датировали, нежели они туда. Так вот, сейчас не металл, не руда, не эти капалыны в земле. Украину реально сейчас кормят аграрией, как оказалось. Я не очень был в теме, но действительно порылся, это шоки. То есть они с 2014 года, по сути, из пропасти вытаскивают валютные. Что закономерно? Да, Украину сейчас 15 миллиардов долларов выручки за прошлый год. Это 42,5% экспорта аграрии. И мне интересно было по районам, коротко, направление. Вот зерно, хлебница, там рекордный был урожай. Я не хочу быть этим, рекордный урожай собрали, но урожай. Ну, похоже сейчас. Полтавск, оказалось, что прежде всего, к сожалению, не мы, потому что мы интеллектом кормим. Я думаю, от Полтавской и Винницкой. А на сколько процентов вырос наш продукт? Интеллект? Какой? Да, тем, которым мы кормим. 67,4 десяток. 67. Главное, не задумываться. Мы все мозги выявили. Полтавская и Винницкая, значит, хлебцы, мы только десятые по хлебу. Теперь масленица, то есть олейница. Мы в тройке с Харьковской и Кировоградской областью. Салатница овощей. Ну, тут Крым был, безусловно, лидер. Пока его не то времени, тут одноосибный лидер Херсонской области, 14%. Но мы вторые, оказывается, по овощам и фруктам. Но Турция на первом месте. Сахарница тоже оказалась не наша, та же Винницкая и Полтавская. То есть оказалось, для меня действительно, может быть, да, действительно, это не совсем моя тема. Я не экономист, хотя в дипломе у меня написано экономист. Ты же пользуешься продуктами. А мясная нарезка. Ну, то есть, вот как по-вашему, это хорошо или плохо, что мы аграрной страной как бы становимся. Ну, почему бы и не. 42,5% валютной выручки. Мы, обычно, Женя, лидируем в рейтингах по коррупции, по каким-то там отрицателям. Об этом все бы так говорится. Хорошо, что мы хоть где-то... Мы должны быть аграрной страной, потому что у нас, ну как, не только аграрная, но аграрная это главная составляющая. Если Израиль аграрная страна, да, там, ну... Израиль, а IT еще к тому же, да. У нас осталось только IT. И бриллианты, между прочим. Но главное богатство Украины, это люди, у которых нет главных богатств Украины. Это нас это знание. И звонок у нас, телефон еще один. Давайте послушаем. Добрый вечер. Алло, здрасте, вы меня слышите? Здравствуйте, слышите. Я хочу сказать про Вилкул. Он пригласил, ну, это не про, говорит. Это вот ДК машиностроителей пригласил людей на 5 часов. Это Вилкул? Сегодня. Вилкул, да, сегодня. Но встреча не состоялась. Они, что произошло, там что-то произошло, короче, люди стояли, возмущались, а потом их, когда начали прогонять, они там поломали дверь вот эту пластмассу, ну, черного входа. Где-то стекло выбили, и, короче, вот с такими озлобленными ушли. А вопрос у меня у него к Вилкулу был такой. А не на Вилкула были злы? Ну, они были не на Вилкула злы, а просто злы, что их не пустили туда, к нему. Короче, они договорились на 5 часов. А Вилкул там был во дворце? А получилось как? Они подождали полчаса, и, короче, потом обозлились, и хотели зайти штурмом. Ну, где-то поломали дверь, где-то стекла побили. Спасибо вам за звонок, я не поняла, в каком вот свете это понималось. Но встреча не состоялась, да? Встреча не состоялась. А Вилкул был? Он пришел на эту встречу? Возле ЮНЗ, который. Да, он пришел на эту встречу. Вилкул. Я не знаю, просто не пустили. Давайте поблагодарим нашего зрителя за приятную новость. А ты говоришь, нет приятных новостей. Не, ну, почему, может, кто-то хотел встретиться. Ну, не сложилось. Люди встречаются. Я думаю, интересно, люди были злы на закрытую дверь или все-таки на Вилкул. Я думаю, что Александру Юрьевичу пороблено немножечко в этом городе. Или все-таки на Вилкул. А я, Женя, твой прогноз об украинской экономике, дополню... Это не мой, это Международный институт и Гройзман. Да, да, тот, который ты осветил сейчас в эфире. И осветил. Скажу о том, что в ближайшем будущем, говорят уже совсем скоро, в феврале, кошельки украинцев станут немножечко тоньше. Почему? Потому что появится новая купюра, которая, возможно, надеемся, она появится в кошельках в тысячу гривен. И больше места освободит в кошельках. Кто будет изображен на этой купюре? Вот в этом же вся интрига. Это всех волнует, потому что говорят, что уже напечатаны купюры, и они уже прямо на столе у Гонтаревой лежат. И там три варианта, и вот только она будет выбирать. Есть вариант с Мазепой, говорят. А Мазепа же где-то есть уже. Да, ну на 10 гривнах. Говорят, чтобы это так вот раздражить Россию. Можно будет это 10 гривен менять на сразу тысячу. Если на Мишке было дописать там два нолика, там где была десятка. Ну, посмотрим. Говорят, что есть Павел Скоропадский. Якобы даже есть там вот глава директории УНР Владимир Винниченко. Один из вариантов. Сикорский, Вернацкий. Ну, вот что выберет Гонтарева, никто не знает. Я считаю, смол. И говорят, что презентация этой купюры, скорее всего, будет приурочена к какому-то памятному событию. Якобы даже, возможно, к 20 февраля. Это день памяти... Годовщине Приватбанка. Это день памяти Небесной сотни. Я не понимаю, каким образом они могут быть связаны. Но есть предположение, что на этой купюре будет сюжет, связанный с Майданом. Понятно. Какой-то есть. Ну, вот, на мой взгляд, это просто еще одна возможность власти попиариться на этом деле. Поскольку к 20 февраля никаких расследований они, в общем-то, до сих пор и не сделали, и ответов у них нет. Да. Ну, зато денег появится как бы... Зато денег станет меньше. Меньше, но больше. Меньше, но больше. Вот такая диалектика. Я просто хочу заглянуть к нашему соседу, но не к тому, который нас все время пугает, а к другому. Это вот к Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что он в последнее время, ну, так зажигает очень серьезно. Потому, опять же, причина – деньги, да? Потому что, ну, как следует из его такого семичасового интервью, значит, Путин там с Медведевым пообещали как-то из бюджета просто компенсировать какие-то деньги. А потом они, видно, тоже посчитали и говорят, нет, не получится. Короче говоря, то, на что он рассчитывал, оно не оправдалось. И он сразу начал, в общем-то, там, резко достаточно высказывать. Ну, он там, например... Ну, это же его прием. Не-не-не, ну, я вот, я послушал, то есть, ну, это реальная харизма. И нашему президенту, и Путину там все это. Тут харизма вот реальная. Вот он говорит, и его, ну, как бы слушать интересно. Страшно. Ну, это понятно. Ну, и он, конечно, то есть, когда он говорит, что вот я Путину говорю, вот это, Володя, тебя же, Бамов, 20-й вагон посадит, потому что у тебя же там 20-й экономии. И веришь, что вот так он ему и сказал. Потом он там, Жадана, например, да, там не пустили сначала в Белоруссию. Это наш хороший очень писатель украинский. Лучше поэт, на мой взгляд. Ну, хорошо. Ну, это, спорить. Ну, писать. Я же сказал не лучше. Я сказал просто... На мой взгляд. Я сказал хороший писатель. Не ссорьтесь, не ссорьтесь. А потом пустили. Или, например, взяли и выдали там какого-то там блогера Азербайджану, которого не надо было, по мнению России, выдавать. То есть, ну, короче говоря, он сейчас сознательно ссорится с Россией. В принципе, раньше он тоже это делал и за это получал денег. А поскольку сейчас денег в России, в общем, как оказывается, нет, то интересно, что будет с Белоруссией. Потому что он-то за дружбу белорусского и российского народа очень крепко. Но у Путина уже как-то вот так чморит. Вот что с ними будет? Мы уже на первом месте по аграрным показателям всем. Ну, не по картошке. Не по картошке. Ну, мы не будем есть картошку. Есть у нас звонок. Еще один. Смотрите, какая сегодня активность. Все соскучились. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер, любимая ведущая Леночка. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Постоянный слушатель Валентин Бунякин. Это у вас какие-то проблемы, по-моему, на победе были. Прежде всего, да, как раз хочу поблагодарить за ваше участие в решении нашей проблемы по восстановлению отрезанной газовой трубы. Вы знаете, на следующий день после сюжета прибежали эти ребята, которые сваркой резали, все восстановили и попросили, чтобы мы об этом сказали обязательно в вашем эфире, поскольку все те, кого одихаяли, прокурора, губернатора, мэра и так далее, и так далее, оказываются хорошие ребята. Супер. Потому что до понедельника при Д, порядок на ВД. Это во-первых. Спасибо. Ребята, молодцы. А во-вторых, по поводу первого звонка, который прозвучал минут 10 назад, насчет ДТП на правде. Здесь говорю вам, как водитель с 38-летним стажем и человек, который в силу профессии имеет отношение к этим проблемам. Так вот, я хочу ответить человеку, которому он позвонил. Знаете, в его монологе несколько раз прозвучало, а вот при Советском Союзе, а вот при Советском Союзе, если вы обратили на это внимание. Да. Отсюда как-то мне показалось, что он очень скептический и даже зло относится к нынешней полиции. Я бы хотел возразить этому человеку и сказать, что при Советском Союзе ГАИ тоже по два часа ехала на место происшествия. То, что они не едут сейчас, это плохо. Но полицию давайте все-таки нашу будем любить и поддерживать. Конечно. Спасибо вам большое за вашу часть. Как минимум поддерживать. Не обязательно любить. А при Советском Союзе и нам марок столько не было. Да. В принципе. Вот. Продолжаем. Да, Франция Беларуси, я говорю, я хочу все-таки сказать о Франции. Зарубежный блок в нашей программе. Да, есть и зарубежный блок. Мы же не так это понимаем прямо, мы же не такие прямо совершенно системные ребята. Политически обозреваемые. Нет, ну Франция, то есть сейчас же очень действительно вокруг Украины картина меняется в мире. Вот и Трамп, и в Германии там волнуются. И во Франции интересно произошел такой вот как кунштюк, поворот, нежданчик. Вот. Там же уже как бы Раша потирала руки, потому что складывался классный пасян, что выходит во второй тур. Вообще, назвать если справа налево скороговорка. Лепен, Фион, Макрон, Омон и на закуску Меленшон. Это все, кто на он, четыре мужчины и одна женщина на крайнем правом фланге Лепен. Пардон, одна женщина. Да, да. Пардон. И значит, что во второй тур выходит Лепен, крайне справая, не такая правая, как ее отец, она с ним даже рассорилась. Да, мы в общем. Ну и Фион, который был премьер-министр. Если бы Фион, это да. Который тоже, это типа друзья Путина. Но внезапно ворвался очень интересный парень после скандала с Фионом, когда обнаружили, что его помощница, жена была оформлена на помощницу. Нам знакомы эти дела, да. И 500 каких-то, по-моему, тысяч евро, да, заработало его. 7 из 10, да, ты говорил. Хоть требует, чтобы он ушел. Его рейтинг резко упал. И сейчас все рейтинговые агентства, там французские, все социальные, соцопросы дают победу Макрону. Я о нем даже не сказал. Я очень интересный. А можно показать? Потому что жена ему делает. Смотри какой, Жерар Филипп. Красивый парень. Я про него пару слов скажу, потому что, на мой взгляд, и я готов с вами забиться, это будущий президент Франции. Значит, центрист. Он не от какой партии идет. Его основной тезис объединение нации на основе прагматических центристских ценностей. Рос расходом на оборону, укрепление безопасности и спецслужбы. Значит, самый молодой он среди них, 39 лет. И красавчик же. И жена у него какая. Из семьи профессора. Дойду до жены. Вот сын профессора. Ну вот что ласкает слух. Еврофил, атлантист, рыночник, противник открытой демонстрации любых религиозных чувств. Самое то. А, еще не признает государство Палестина. Вообще шикарно. А еще говорят об его агентации. Он же 10 лет назад женился на учительнице своей французского языка, которая старшего на 24 года. Говорит, любил ее со школьных лет. И вот женился. Ну это ж... Человек умеет любить и ждать. В принципе. Это же самое важное для французского президента. И, короче, в двух словах. Хотя на него там пытаются, но я не знаю, не очернить, не обелить, скажем, а голубить его. Да, есть такое слово, что это якобы ширма, что на самом деле у него другие взгляды в сексуальной жизни, что абсолютно нас цивилизует. Это разрушит легенду, потому что вот эта легенда о любви там очень важна. И французы ли мы не французы, украинцы, нас это не интересует. Мы в 21 веке. Вот интрига же в чем была? Что сейчас Лепен по-любому выигрывает там первый тур, но она проигрывает во втором туре всем. То есть и она во второй тур, а Макрон уже опережает сейчас на 4-5 процентов ее, на которые не хочет сниматься. И во втором туре 66 на 34 одни, другие 65 на 35. Но единственный минус, это болезнь всех французских этих ребят. С России, Россию тоже считают, как бы, у него самые осторожные отношения среди них всех к России. Но это тоже великий партнер, санкции это спорный вопрос и так далее. Но этот симпатичный парень, по крайней мере, на мой взгляд, как с Трампом прокола вышла у нас. У нашей передачи с Америки вышел прокол с Трампом. Я надеюсь, что с Макроном у нас такого не было. У нашей передачи прокол с Трампом был. Да, да, да. Но мы же рулим миром, мы же масоны. Это без нас, Лена. А вы не знали? Это потом я расскажу. Короче, 23 апреля выборы во Франции. Приходите. Будет специальный выпуск программы. Приходите, голосуйте. Мы командировку выбьем и будем освещать прямо оттуда. А я вот коротко хочу рассказать, как ведут себя простые жители зарубежья. В частности, простой житель города Грац в Австрии снял новую квартиру и обнаружил в кладовке или в подвале, в коробке 269,5 тысяч евро. По 500 евро купюры. Что должен сделать сразу человек? Ну, пересчитать. Найти такие деньги. Пересчитать. Он сразу позвонил в полицию. Вот все комментируют и удивляются, какие законопослушные люди живут в Европе, в частности в городе Грац, Австрия. Ну, молодец. Мальчик из Грац нашел много евро. Жалко, что мальчик этот был первым. У нас 4 минуты. У нас еще есть новости из-за рубежа. Конечно, Германия. Там все-таки, ну, президент там, конечно, не такая фигура, как в других странах. Но, тем не менее, вот Франк Вальтер Штанмайер, да, значит, бывший министр иностранных дел. Его избрали. Его избрали федеральным собранием. Там из 1260 их человек. Ну, 900 там чем-то проголосовало. Он социал-демократ. Ну, в общем, человек осторожный, немецкий. Он, конечно, не так влиятельен, как канцлер. И неженат на учительнице немецкого. Да, да, да. И со знаменитой видеокассеты. Ну, пожелаем ему, чтобы у него там все было хорошо. И я просто хочу сказать, что с Германией вообще, вот, в предыдущий момент... Ну, Франштайнмайер. Да, Франштайнмайер, да. Из-за Макрона, из-за все. Ну, вот... Из-за его жену. Посол Германии Эрнст Райхель, он же не так давно сказал по поводу выборов на Донбассе, что, дескать, не считаю обязательным, чтобы там не было российских войск. То ли его неправильно перевели, то ли он все-таки какой-то... Ну, и вот жена не учительница. Да, в общем, короче говоря, все сильно возмутились, начали бойкотировать. А Гончаренко есть такой, да, там депутат очень такой, тоже говорят, ну, такой неординарный человек. Человек, он, да, он пришел и на обломки, значит, Берлинской стены написал по-немецки нейн. Значит, не нейнка, а нейн, значит, то есть вот типа нет. И на самом деле я не знаю, насколько он улучшил отношения с Германией, но попиарился человек там по полной программе. А с немцами нам, в общем-то, еще работать и работать. Давай с тобой сделку заключим. Да, давай. Я убираю новость про Ганна Зал и следующий раз скажу, потому что тема меня не волнует. У тебя нет выхода. Я знаю, что у тебя что-то есть про ягодицы, не знаю, что. Я хотел это услышать, но 40 секунд для рекламы одного общепита, некоммерческого, это вы меня в конце оставите. Ну, а вы же, а про вот скульптуры, да, скульптурные заказания. Да, я решила, я вас пропускаю, но времени не мало. Ну, на самом деле это неважно, это вот там поддержки. Мне даже в Одессу звонили, я не знал про этого Ждуна, спрашиваю, как вы относитесь. Я подумал, что у меня... Да, хорошо. Мы же хотели объявить конкурс на новую фигуру с окончанием ДУН, да, у наших зрителей. Ты успеешь? Я даже... Ну, это что, я опять... Ну, просто сейчас интернет переполнен, как бы, такой информацией, что есть, значит, некая такая скульптура, Глеб Есина, вот это, вот он, да, Ждун, значит, что якобы в Днепре такую скульптуру установят, и Борис Филатов в фейсбуке написал, что вот опять эти журналисты все пронюхали. Значит, что мы ведем, на самом деле это вот такая голландская художница Маргет Ван Брейворд, она выиграла просто грант Лейденской больницы, ну, там, потому что много людей ожидают, ну, у входа, и она просто думала, что вот создать такую, ну, как бы, скульптуру, вызывающую симпатию и не вызывающую каких-то мыслей о болезнях, там, еще что-то такое. Вот она создала. Я не знаю, насколько правдива эта история, но сама идея о том, чтобы, например, какие-то креативные наши, не обязательно, почему это должны быть голландские? Я знаю много талантливых у нас художников-скульпторов. Да, есть малые голландцы, есть большие днепровцы, то есть, ну, идея в том, чтобы какую-то с юмором, ну, осмысленную скульптуру поставить где-то в Днепре и не одну. И на самом деле, вот, когда мы в первые пересрочные годы, что? Осталось 30 секунд у нас. Попадали в первые пересрочные годы на Запад, действительно, это очень ласкает глаз. Я очень приглашаю днепрян, и это действительно не коммерческая реклама, пицца ветерана открылась без всяких этих патриотических, нельзя говорить, да, соплей, вот, что действительно, это атошники, собственно, это реально очень вкусная оказалась пицца. То есть, это не такое староказацкое, бывшее комсомольское, 57, пицца-йолу, это те, которые делали пиццу, это только атошники, общались мы с ними, и волонтеры там работают. Но просто, чтобы понимали, это не эйфория, такие вот, что надо, ах, ветераны. Выглядит симпатично, я видела на фотографиях. Да, и очень, реально, очень хорошая пицца, демократические цены, и вообще, это очень важный вопрос трудоустройства ветеранов. И там никто не хулиганит, конечно. Все, заканчиваем на сегодня. Спасибо за звонки, не успели всех взять, очень много звонили. Ждем вас в следующий понедельник на нашей странице. Мы соскучились, очень соскучились. Спасибо, что ждали. До свидания. До свидания. До свидания до понедельника. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»